Городские власти намерены урезать частные земельные участки, примыкающие к проезжей части в Стрелецком переулке. Дорога, ведущая к ДТЮ, слишком опасна. Там нужно сделать тротуары. Об этом замглавы администрации Виктор Комиссаров рассказал депутатам на Комитете по жизнедеятельности. Также нардепы поинтересовались судьбой ветхого моста в яму и спросили, почему в городе нет свежей схемы оптимизации дорожного движения. Весь прошлый год во Владимире не занимались капитальным ремонтом дорог. По одной простой причине не хватило денег. Сейчас поскребли по сусекам и нашли немного средств. В первую очередь замену асфальта произведут на самых проблемных улицах. Некоторые стоят в очереди аж с 2012 года. Плюс есть решение судов, которое необходимо выполнить. Итого набегает под 80 миллионов рублей. Еще 20 мэрии готовы выделить на ремонт моста в яму. По решению суда путепровод должны привести в порядок 1 сентября, но вряд ли успеют. Нужно согласовать с железной дорогой и продуманная схема проезда на время ремонта. Понимаете, что сегодня яму закрывать нельзя. И осуществлять объезд сегодня через Южный отход, либо через Юревец. Ну, достаточно накладно будет. И нашим с вами жителям, а там у нас проживает достаточно количество народу. И, соответственно, для предприятий, которые расположены в этом адресе. В целом у мэрии с железнодорожниками дела как-то не клеятся, чего стоит многострадальная улица Урицкого. Движение по ней закрыто давно, и когда его запустят, неизвестно. Претензии к подрядчику аффилированной структуры РЖД, которая занималась там ремонтом. Профиль дороги, который сегодня, ну, кто был там, знает, там после дождя застой сразу воды лужа образуется. То есть для того, чтобы сформировать нормальный профиль трассы и его отремонтировать, необходимо было сделать последние шаги. И, к сожалению, по нашему мнению, железнодорога не сделана. Поэтому мы сегодня не открываем дорогу, добиваясь того, чтобы было до конца это выполнено в рамках мероприятия. Депутаты удивляются, почему Владимир до сих пор живет в устаревшей транспортной схеме. Она должна меняться оперативно раз в три года. Документ призван сделать движение комфортнее и уменьшить пробки. Каждый метр земли Владимирской и дорог, да, надо, значит, продумать, понимаете. Потому что вот сейчас мы пока еще имеем зиму, но чтобы не получилось, как в известном анекдоте, сейчас будет весна. И когда город станет, спрос будет совсем другой. И к нам люди пойдут, так сказать, с тем, что, как сказал глава города, что будет транспортный коллапс. И он будет. Оказывается, заказать схему оптимизации дорог мэрия пыталась. Но дело ее не Владимирская фирма, хорошо знакомая с реалиями, а соседи из Ярославля. Именно они и выиграли конкурс. В декабре ярославцы представили свою работу городским властям, но в оранжевом доме ее не приняли. Мы уже на сегодня видим некачественное исполнение контракта, поэтому опять будем обращаться в арбитраж. Значит, за понуждением, либо в возврате суммы средств, которые мы им проплатили по предоплате, это было 600 тысяч рублей из контрактов, 3 с лишним миллиона. Значит, речь идет либо о возврате этой суммы, либо их опять понудят выполнить работу с установлением уже определенных сроков. Понудят отдать часть своего участка и владельцев земли в Стрелецком переулке. Эта дорога ведет к дворцу творчества юных из военного городка. Место для пешеходов опасное, тротуара нет, люди идут по проезжей части. Вот решили власти расширить дорогу, отодвинув заборы на несколько метров. Мы сегодня уже приняли решение, начинаем процедуру изъятия земельного участка для нужд города, части его однозначно, потому что там просто нет другого выхода. Наши люди там идут по дороге, хорошо мы с вами организовали там одностороннее движение. Отчуждать землю будут по суду. Сколько продлится эта процедура, неизвестно.